Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Рынки истекают кровью каждый день, и даже передышки не дают. В последний месяц я очень активно освещал то, как Федеральная резервная система США ошиблась со своими инфляционными прогнозами, и то, как они собираются с этим бороться, повышать процентные ставки, продавать свои активы и так далее, что, конечно же, приводит к падению рынков. Но есть кое-что, что скрывается за этим падением прямо сейчас, и это не Федеральная резервная система США. В этом видео я расскажу конкретно, что и кто это. И если тебе нравится подобного плана контент, как всегда, буду очень рад поддержке любой активностью. Это помогает каналу находить себя в алгоритмах Ютуба. На вчерашнем видео вы поставили 24 тысячи лайков! Не может же быть такого! Но если это действительно так, то большое спасибо за такую поддержку! Итак, начнем с этой статьи. Глава Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева заявила, что повышение ставок может помешать восстановлению мировой экономики. Выступая в пятницу на конференции Всемирного экономического форума, она решительно настояла, что повышение ставок в Соединенных Штатах может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором преобладает американский доллар. МВФ – это Международный валютный фонд, это как банк для банков, грубо говоря. И они предупреждают мир, при повышении ставок ФРС США доллар начнет укрепляться. С ростом доллара по отношению к другим более слабым валютам очень усугубится долговой пузырь, особенно для тех стран большая часть национальных долгов, которых находится в долларе США. Им понадобится больше собственной национальной валюты для обслуживания этих долгов при усилении доллара. Просто посмотри, что случилось с мировым долгом. Ситуация с ним отодвигается дальше в будущее, но чем дольше мы будем отодвигать ее, тем серьезнее будет кризис, который она спровоцирует. И я думаю, что сейчас она уже действует на рынке и их падение. В декабре 2021-го, исходя из данных МВФ, мировой долг достиг отметки в 226 триллионов долларов. За один год он вырос на 28% мирового ВВП, и это самый быстрый годовой рост со времен Второй мировой. И это за 2020 и 2021, сейчас я думаю, еще хуже. Размер долга становится просто невероятным, и с такими темпами мы однажды переступим триллионы, и перейдем уже к квадриллионам долларам. Но самая большая проблема, которая из этого вытекает, что на фоне таких огромных долгов Центральные Банки Мира печатали и печатают рекордное количество денег в попытках вернуть экономики к предковидным значениям. Зато, с другой стороны, страны не стали больше производить, они не стали инновационнее, качество жизни граждан тем более не растет, и время расхлебывать последствия жизни в долг десятилетиями вот-вот настанет. 2020 и 2021 год стали идеальными, чтобы показать нам, что современная монетарная политика и финансовая система просто не работают. Давай посмотрим, как именно повлияли заявления МВФ на рынке сегодня. Dow Jones находится в свободном падении, сегодня он потерял 450 пунктов. S&P 500 находится в свободном падении. NASDAQ тоже находится в свободном падении. Он уже упал на 14% со своих пиков. Криптовалюта и биткоин, которые очень сильно коррелируют с NASDAQ, как мы вчера это поняли, тоже падают, теряя за неделю от 17, 20, 30, даже 50% стоимости. Даже драгоценные металлы, как золото, тоже падают, хотя, кстати говоря, не так активно, как все остальное. Также, если мы посмотрим на облигации, США, Великобритании, Германии и так далее, они теряют буквально тысячные процента стоимости. Очевидно, люди пытаются спрятаться от падения рынков в облигациях и может быть немного в золоте. Именно поэтому золото падает не так охотно, как все остальные активы. Кажется, инвесторы, которые прячутся в золоте и облигациях, верят в то, что ФРС США еще передумает. И 25 января на очередной встрече они скажут, мы все отменяем, рынки уже и так сильно упали. Но опять же, как я говорил, не только ФРС США провоцирует такие распродажи на рынках. Это также и Международный валютный фонд, и то, о чем мы поговорим сейчас. Задумайся, насколько же слабыми стали рынки? ФРС еще даже не поднимала ставку, только лишь сказала об этом. Просто разговор о повышении ставок на 1% разваливает рынки. Рынки супер слабые, и не только сейчас, они были слабыми и в прошлые 2 года. И единственная причина, почему они так росли в 2020 и 2021, заключается в том, что ФРС США раздувала их искусственно. И сейчас люди начинают это понимать, что еще больше провоцирует падение. Около недели назад мы говорили о больших событиях, которые могут повлиять на биткоины рынки, и эти события уже произошли. Крупные компании начали отчитываться о своей доходности за 4 квартал 2021, и дела идут совсем не так хорошо, как прогнозировали. Акции Netflix упали на 20% на фоне низкого роста подписчиков. Ниже прогноза. Акции Goldman Sachs упали на 7% после выхода финансовой отчетности. Квартальная прибыль сократилась на 13%. И так далее, и так далее. Я думаю, что хедж-фонды и институциональные инсайдеры просто очнулись и осознали, насколько сумасшедшим стал этот пузырь. И мы говорили в начале месяца о том, что инсайдеры распродают активы. Немногие люди об этом узнали, но 95 тысяч человек, которые посмотрели это видео, были готовы к этому падению. Что будет дальше? Если в Штатах не будет нового пакета финансовой помощи, этих стимулов, то доходности компании не будут выглядеть хорошо по сравнению с 2021. И здесь работают простые правила рынка. Если компании не достигают поставленных прибыли, и за это расплачиваются их инвесторы. Это правило описывается индексом Shiller Pee Ratio. Он показывает соотношение цены акций компании к ее прибыли. И около месяца назад мы уже говорили о том, что сейчас находимся на отметках настолько высоких, что таких не было даже в 1929. Хотя, кстати, до отметок доткомов мы еще не доросли. Но обычно настолько перегретый индекс Pee Ratio приводит к падению рынков, которые мы и наблюдаем. Каждый раз, когда индекс взлетает под 40 пунктов, фондовый рынок падает на 20%. И теперь уже тянет за собой и криптовалюту. Однако фондовый рынок, как мы видим на примере S&P 500, упал всего лишь на 9%, но никак не на 20%. А значит, что этот крах еще может быть не закончен. Но есть еще один огромный индикатор, который доступен только ютуберам. И который также показывает слабость экономики сейчас. Показывает, что компании боятся. Показывает, что в 2022 экономика может замедлиться. Что происходит на ютубе? Компании платят ютубу за то, чтобы он отображал рекламу их услуги товаров в видеороликах. В прошлом году, когда были финансовые стимулы, пакеты помощи и так далее, компании делали рекордные прибыли. И им буквально приходилось соревноваться за рекламные места на ютубе. Поэтому реклама была дорогой. Но что происходит в январе этого года? Многие коллеги, в том числе и англоязычные, говорят о падении рекламных бюджетов на 30 и даже 40%. Компании платят на 30 и 40% меньше, чем в прошлом году. По своему каналу я могу сказать, что это действительно так. По сравнению с декабрем и ноябрем, компании урезали свои рекламные бюджеты процентов на 30. Это видно на этом графике. Мне в принципе все равно на это для меня доход с ютуба это приятный бонус за мою работу, который я в основном трачу либо на зарплаты, либо если эти деньги остаются, я просто вкладываю их в криптовалюту. Но что это значит? Компании сейчас боятся. Они не вкладывают слишком много в рекламу, как они это делали в прошлом году. А это означает, что они ожидают от этого года замедления роста экономики как минимум. Как минимум замедления. Кто является лидером рекламной индустрии в интернете? Конечно же Google. Google зарабатывает огромное количество денег с рекламы. И судя по всему, отчеты от доходности компании Google в этом году будут не очень радужными. Я обозревал прогноз Илона Маска о рецессии в этом году. 1 января 2022 года я выложил это видео. Люди тогда спрашивали у него, когда же она случится. Илон ответил, что по его ощущениям это будет не позже 2023. Большие шансы на рецессию он видит весной и летом 2022. И хотя мы должны подвергать сомнению все, что слышим, кажется, что этот его прогноз вполне оправдается. Что еще интересно, и мы об этом говорили месяц назад, что инсайдеры активно продавали. Причем эти продажи побили все рекорды, особенно на технокомпаниях. И как мы помним, институционалы, что зашли в биткоин, трактуют его как техноакцию. И ведет себя биткоин точно так же, как и остальные техноакции. Является ли совпадением эта инсайдерская продажа или нет? Мне кажется, что нет. Как я говорил, последней линией обороны являются крупнейшие компании. Топ-10 или топ-20 компаний, которые в принципе и определяют вес индекса S&P 500. Это Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и так далее. Именно эти компании и заставили людей поверить, что фондовый рынок силен. Хотя множество мелкокалиберных компаний из индекса S&P 500 уже несколько месяцев находятся в медвечьем рынке. Если крупнейшие компании начнут сильно падать, то весь индекс полетит вниз и потащит за собой все остальные рынки, в том числе и биткоин. Но что это значит для нас? На самом деле у нас впереди еще очень длинный путь, чтобы рынки нашли свои справедливые цены после того, как ФРС США их раздувало на протяжении двух лет. При таком индексе Shiller P-Ratio обычно рынки падают на 20%. Сейчас они упали на 8-9%. Как я говорил практически весь прошлый год, падение на 20, 40, 60, 80% это моменты, когда я начинаю покупать. Конечно же не на всю котлету, нет. 5% депозита одна сделка или же фиксированная сумма каждый месяц. Я на самом деле очень рад этому падению. Я его так долго ждал, потому что я не мог купить биткоин на этом растущем рынке, а я хотел его покупать. Теперь у меня есть такая возможность, и я тому очень-очень благодарен. Я хочу накопить как можно больше биткоинов на этом падающем рынке прежде, чем начнется новый рост. Меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя интересным или познавательным, почему бы не поддержать его лайком? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok